Достоверно об Исламе. Свод хадисов Аль-Бухари. Хадис достоверный. Вот Ибн Амара. Пророк, заключительный Божий посланник, сказал. А в данном случае Ибн Амар говорит. То есть, Ибн Амар говорит, сподвижник Пророка. Пророк Мухаммад Фарада сделал обязательным Фараду . Это либо са из Тамара. Тамара – это финики. Один са – это мнение разное ученых на этот счет. 3 килограмма 261 грамм в ханафитском асхабе. 2 килограмма 172 грамм в остальных ученых. По мнению остальных мусульманских ученых. Просто мера сыпучих тел, она в разных областях была разной. Поэтому эти цифры немного разняются. Ну, возьмем 3 килограмма. Ну, 3 килограмма фиников сколько стоит сегодня? У меня 400. Смотри, какие финики. Самые дешевые. Берем какие. Сколько стоит? 850. Да нет. Килограмм 250. Еще дешевле есть? Еще дешевле нету, что ли? Не-не-не. У нас только 100 рублей. У нас только 100 рублей. У нас только 100 рублей. Умудритесь купить 3 килограмма фиников на 100 рублей. Не, народ, ты им говоришь, вот 100 рублей, 300 рублей. Как 100 рублей? Ты что, брат? Родилах можно 1 рубль и Всевышний примет. Думаю, что это ерунда какая-то. Ну, хотя бы хадис, что ли, почитай. Ну, пойми, что такое закат ульфитр, мне что ли это надо? Это интернет там, я не знаю, кто написал, но в интернете один или кто-то там, или два написали. Или даже в проповеди было упомянуто, а там, говорят, на площади народ уже объявляет, сколько там денег нужно давать. Как объявлять? Ты к кому хочешь. Куда хочешь, отправь хоть в Японию, хоть в Китай, малоимущие отправь. Ну, отправь 100 рублей. Не в смысле 100 рублей. В местной валюте. То есть минимум, минимум. Это минимум. Но учтите, в хадисе говорится . Это примерно 3 килограмма плюс-минус фиников. Это закат ульфитр. Или один сад 3 плюс-минус килограмма ячменя. Ячменя сколько стоит, не знаю. Соглашусь, иногда люди берут это буквально. Взял 3 килограмма ячменя. Обычно прямо там. В Дагестане, по-моему, там. Все. И пошли ячмень относить. Чего человек будет с этим ячменем делать? Курей кормить. Курей кормить. Ну да, есть столько. Но в хадисе упомянуты, да. И это и то. И говорится . То есть, это обязательный закат. Это не годовой закат. Это не годовой закат. Это чисто как элемент, завершающий соблюдение поста. Закат ульфитр может выплачиваться в течение всего месяца. Поэтому недели две назад я вам сказал заранее. Кто-то у вас родственник есть там. Кто-то там. Кто-то студент. Кто-то еще что-то. Сейчас эти все. Как это называется? Эти службы отправки денег. Их много. Вестерн юнион, не вестерн юнион. Там самые разные. Отправьте заблаговременно. Вы можете отправить заблаговременно. Но до какого времени нужно передать? До праздничного намаза. У нас с вами 5-го во вторник. До праздничного намаза, до него вы должны передать. И в хадисе говорится, как взрослый ребенок, любой человек. То есть каждый член семьи. Меня человек спросил, вот ребенку 3 года или 2 года. Не важно. Любой член семьи соблюдает пост. Не соблюдает пост. Это не важно. Это не критерий. Здесь любой член семьи от всех нужно эту сумму выделить. Безусловно, человек хочет больше 500 рублей выделить от каждого. Это как угодно. Здесь главное, этот минимум 100 рублей. Опять же, это просто как фетва. Просто как некий такой общий просчет. 300 рублей, либо 500 рублей. Да, я сказал. О том, что если что, если вы не нашли других вариантов. Можете, кстати, и фонд закят, в том числе, передать. У них очень много направлений благотворительных. Они, конечно, вообще молодцы. Я прямо поражаюсь. И в то же время можете опустить в ящики. Потому что закят уль-фитр, он тратится на закятные направления. И поймите, все, что связано с нашей мечетью, это закятное направление. Сто процентов. Есть некоторые ученые в арабских государствах говорят, что то, что связано с мечетями, это не закят. Почему они так говорят? Знаете? Потому что в их государствах мечети строят кто? Государство. Есть целое министерство, которое этим занимается. Эксплуатируют мечети, полностью все оплачивают. Государство. Поэтому, да, конечно, нет. У нас никто, кроме нас с вами, этим заниматься не будет. И то, что даже мы с вами это делаем, это реально очень большое. Потому что порой вы приходите, порой даже бывают в каких-то регионах, там мечеть, какой-то брошенный ребенок. Голодный, холодный, весь рваный и никому не нужный. Все. Люди все равно приходят, молятся, все хорошо. Но никто за этим ребенком, за этой мечетью не смотрит.